друзья всем привет ну сегодня такой коротенький видосик про педальный узел а точнее педаль сцепления тормоза и газ покажу как я делал из чего делал и почему именно так кому интересно смотрите видос до конца давайте начнем со сцепления потому что делал педаль самую первую сцепление меня полностью механическое ничего особенного вот он рычаг вилка педаль педали очень легкая выжимается но не бизинцем но одним пальцем делается полный выжим на ногу вообще балдена вот это кусок металла обрезок почему просверленный обрезок помните на желтом делал переднюю навеску вот где-то там отрезал было лишнее вот лежала дождалось толщина 12 миллиметров мне понравилось я приварил здесь кусок арматуры кругляк не использовал потому что кругляк это вещь вещи такие которые вот можно использовать на втулках вот здесь кругляк а здесь держать обрезок металла достаточно 14 арматуры так сейчас его задеру посмотрим как там снизу все устроено никакой системы рычагов педаль я вилка все очень легкое сцепление тормоза мужики тормоза сделаны по такому же принципу только стоит главный сцепление вот так вот расположен вот ход штока полностью до упора вот сюда вот так вот значит поршень здесь до упора выходит при нажатом поршень до упора сюда заходит то есть как 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 нужно педаль газа тоже обрезок металла какой-то толщина 5 миллиметров вырезал произвольно как не понрав как мне понравилось форма такие и сделал тормоза еще не подключал их подключена в самую последнюю очередь сейчас расскажу как это будет выглядеть потому что ну зачем лишний раз потом сливай жидкость все это грязное я даже трактор не собираю смотрите да в видосах у меня постоянно разобраны постоянно разобраны и я не вижу смысла его сейчас собирать он полностью на ходу сейчас поставить двигатель поставить вот стойку поставить рулевую колонку и можно запросто на нем гонять все накинуть тросик газа сцепление есть тормоза но я объяснил уже на чтобы уставиться в последнюю очередь вот вот такие у дела для того чтобы делать крылья передние кстати будут уже заниматься ими передние крылья задние крылья капот мне полностью собранный трактор как бы не нужен мне даже по сути коробка сейчас не нужно на пол размечу под рычаг и и на нас сниму вместе со сцеплением и покрашу пускай сохнет а трактор можно собирать и без нее лишний раз я головой не бьюсь об эту стойку когда здесь лажу до сидуха она тоже мне не нужно никакой роли не играет поэтому трактор ок находится в таком состоянии и колонку почему снял потому что его переворачиваю и она вверх торчит там вал торчит чтобы она не мешалась тоже прикрутить там делов не знаю там несколько секунд и ковер там он забить болты вот такие вот дела давать час задеру и посмотрим снизу ну вот вот таком состоянии сейчас будем разглядывать снизу намного удобнее чем рачки стоять да как то так так сцепление кругляк труба не знаю полдюймовая наверно здесь тоже по засвели на через уголок кстати вот эта площадка крепится на три болта также десятки вот замечательно кругляк я ее не знаю сколько раз и переделывал эту педаль ну по крайней мере вот здесь вот крепление уже было варено не захотел его обрезать пришлось ее расположить вот таким вот образом здесь несколько регулировок ну самая легкая и полный выжим достаточно ближе к оси этот тоже все работает регулировочка будет присутствовать здесь значит у меня звено с цепи приварено к шпильке эта шпилька была дорезала ее резьбу и приварил звено с цепи здесь ее разрезал и обварил для надежности дальше такелажная скоба подходящая почему не сделал болт да и здесь вот коромысла ты не знаю не вижу смысла потому что если посмотреть тяга она чуть под наклоном а когда выжимается она тоже вот играю тут вот как то вот так вот она ходит из-за того что здесь вот слишком близко расстояние друг от друга поэтому сделал гибкое соединение ничего с ним не произойдет задача у него одна пружина вилку тянет в одну сторону педаль при этом стоит сейчас откинута и когда она нажимается вот видно до 5 сдвинулась все это дело никуда но не надевается будь она жесткая будь она вот гибкая задача одна потянуть вилку я думаю понятно так вилку перегнул она была ровная пришлось ее немножечко разрезать подогнуть и сварить здесь здесь стоит сейчас бушный главный новая новая купил сейчас и мы его достанем покажу купил переходник под трубки чтобы соединить это я здесь проваривал примерял и чтоб лишний раз искрами хороший не портить out бушники например очку в самый раз здесь у меня просто кусок трубы она вот такая вот длинненькая специально и все это монтировал друзья сваривал что здесь что здесь снимал полностью площадку зажимал в тисы и работал вон там а здесь только примерял прикручиваем все сейчас ее по большому счету вот эту такелажную скобу открутить открутить три винта и все это снимается дело пружина с тормозов гаечка без резьбы можно сказать другая такая же запоротая старенькие ближе к центру растяжка пружины минимальная при этом она очень жесткой педаль возвращает так ну вот он главный цилиндр сцепления новенький только распечатал вот вот про эти переходники мужики я говорил купил в автомагазине там где продаются всякого буду значит переход с 12 на десяточку взял шайбочки медные чтоб нигде ничего не сопливило все это дело сюда закручивается и теперь сюда подходит обычная тормозная трубка изобретать ничего не надо вот такие у дела то есть трубка дальше пошло на тройник и уже на колеса разветвляем трубку я уже обрежу по месту как мне надо развальцовщик мужики мой сломался сегодня сегодня сломался не поверите пришлось купить новенький за три с половиной тысячи рублей вот как то так так ну педаль газа сделано по простому мужики тут ничего сложного вырезал нужную форму приварил там где нужно все кусок обрезок какой-то какого-то металла такого же на пятерки вот здесь здесь его и загнул как мне надо приварил болт для крепления чтобы тросик сюда накидывать и все не будет он работать мама не горюй вот такие вот дела так вот крепления сцепления видно да нижние болты вот вот верхние болты очень удобно снизу ключ торцовый сюда сюда туда туда и снимается все это причин дал эти все не стала их прятать помните да вот как то так ну этом пожалуй все рассказывать особо нечего и показывает это можно все снять на расцепление сниму почищу чуть-чуть и покрашу сделаю пол сниму коробку помою смойки была температура позволяет и также и на покрашу вот вместе с креплениями ну ему буду заниматься уже облицовкой да и забыл про натяжник сказать показать мужики так что извиняйте исправляюсь вот специально пришел в мастерскую вот заснять видос про цилиндр и про натяжник время 9 часов вот а видос снимал еще днем ну такие удела так натяжник как натягивается двигатель до видели там drink сбоку и двигатель раз и пошел все очень просто это не смотрите это я заварю бы было про был просчет так сказать пришлось все это дело сместить немножечко хотя можно не заваривать оставить все в принципе настроена вот он натяжник сюда ставится не на заварю новый хозяин сюда уже и из мне заглядывал никогда болт в моем случае он слишком длинный тут он должен быть покороче ставится вот так вот дальше вот такая вот планочка и удлиненная мужики гайка вот и вся конструкция натяжника то есть вот эта штука вот так гайка вниз вот так вот ставится сейчас болт наживлю чтоб она держалась вот наживил болт длинноват не спорим и на живила очки шпала держалась представьте что здесь двигатель стоит на 4 они все отпущенные не затянуты и как происходит натяжка но я беру гайковерт чтобы по быстренькому да можно ключом просто-напросто вот так ставлю и смотрите двигатель натягивается до нужного как говорится натяжение потом остается только затянуть болты и все то есть они идут через натяжник здесь и через подошву двигателя все в дальнейшем его можно выкрутить чтоб вообще не здесь никак не мешал либо не я делал еще гаечки сейчас я достану и покажу либо вот там просто будет не видно либо гайка две гайки и контрить их то есть через раму вставляются гайки навинчиваются контрятся и тогда можно вращая в обратную сторону болт уже будет не будет вылазить но будет двигатель двигать в том направлении я думаю понятно объяснил вот такая простая система натяжки мужики двигателя перекоса здесь не получится из-за того что эти и эти болты сама подошва двигателя она держит не дает им сместиться в сторону то есть натяжка будет происходить ровно независимо от того вот как это будет тянуться там как-то так главное все это дело правильно настроить и выставить вот вот и все все очень просто да и кстати кто поверил что его купил обязательно напишите в комментариях конечно же его сам себе сделал развальцовщик вот по меркам тем но конструкции своя сделал из обрезков мужики вот такие вот обрезки сантиметровой толщины из них же делал помните тисы себе вот на сверлилочку и покрасил единственного краска оставалась с дисков цвет алюминий получилась такая шикарная штука провел кучу тестов пока его варил настраивал там это не просто так взять и сделать это все нужно точно сделать куча-куча просто она обрезков трубок грибки все проверял пока мне начали они устраивать по форме по размеру и по простоте исполнения так сказать вот такие вот грибочки получаются это уже с ним вот он заводской такой же точно как и вот здесь вот он это уже мой вот есть такая же штука вот он заводской здесь я уже мерил на гайку конкретно как он тут садится все дела сейчас совсем другое вес и не боишься что произойдет вот такая вот бяка все продолжаем осталось тут совсем совсем немного ладно всем пока увидимся сказать что скоро в общем увидимся тогда когда будет готова облицовка пускай даже не крашеная но тем не менее какой-то внешний вид уже тракторок будет иметь все давайте удачи всем